Всем привет! Вас приветствую Серж Мартин Гараж, а мы продолжаем и сегодня у нас очень интересная и важная тема для всех автолюбителей, кто занимается двигателями и вообще ездит на машинах, о том, как правильно притереть клапана. Очень есть много нюансов и многие о них не знают. А я напоминаю, что каждый из вас может прямо сейчас написать в комментариях свой вопрос или тему, которая вас интересует. Вот как в данном случае подписчик написал в комментариях вопрос о том, чтобы я рассказал, как правильно притереть клапана и вот я снимаю об этом видео. Поэтому прямо сейчас нажмите на паузу и напишите в комментариях развернутый вопрос, который вас интересует и я на него сниму отдельное детальное видео со всеми разъяснениями и пояснениями. Также хочу сказать спасибо всем тем, кто ставит лайки, особенно тем, кто ставит лайк авансом. Ваши лайки очень важны для развития канала и чем больше будет лайков, тем будет больше интересных познавательных видео для вас. Поэтому не ленитесь и прямо сейчас ставьте лайк, для того, чтобы не забыть его потом поставить в конце видео. И досмотрите обязательно видео до конца, потому что там будет полезная информация, важная для вас. Поэтому ставим лайк, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, а мы начинаем. Итак, как же правильно притереть клапана? Вроде все этим занимаются, там притирай клапана, но я вам скажу, что реально 99% автолюбителей не знают, как это правильно делать и все нюансы. Давайте по порядку. Многие допускают распространенную ошибку, опять же 99% водителей. Трудьте клапана до посинения, там стирая все, что возможно и невозможно. Давайте так. С завода, чтобы вы знали, на всех две телях клапана не притираются. С завода клапана не притерты. Если вы купите новую головку блоков в магазине, в сборе, на ней не будут притерты клапана. Вот допустим, мне присылают новые головки блока на доработку, прям в магазине, прям с коробки магазина. Я ее разбираю для доработки. Там не притерты клапана. Да и никто не будет на заводе заморачиваться притиранием клапанов. Это во-первых. Во-вторых, почему же на заводе не притирают клапана? Потому что их и не надо притирать. И откуда вообще пошла тема с притиркой? Смотрите, на заводе седло, соответственно, когда устанавливается направляющая, устанавливается седло. И потом на станке седло нарезается под направляющую, по оси направляющей. То есть она берет свое место. Клапан заводской, новый, без выработки. Соответственно, он четко седает в это посадочное место. В идеале быть, по вашим понятиям, надо притереть, чтобы там герметично, чтобы потом залять бензинчика или керосинчика, чтобы ничего не протекало, чтобы там капец как герметично было. Нет, это неправильно. Потому что в любом случае пара, клапан и седло должны приработаться. Я знаю, что я сейчас вам там открою дверь в какой-то непонятный, неизвестный мир, потому что вы всю жизнь знали, что надо там тереть до посинения. То есть, нет. Клапан и седло должны приработаться, пристучаться и взять свое рабочее место. Поэтому на заводе ничего и не притирается, потому что они потом со временем, то есть, они идеально ровно лежат друг на друга, но, допустим, чтобы было идеально герметично, оно должно пристучаться в любом случае. То есть, клапан закрывается-открывается, и он в седле берет свое место. Дальше. Что же делают большинство автолюбителей? При ремонте головки блока, они начинают эти клапана тереть до посинения. Трут те клапаны, труд! Я видел некоторые по три дня там, труд эти клапаны. В итоге, что происходит? После вот таких мастеров, куча головок с просаженными клапанами, и не только по этой причине, если по другим причинам, потому что труд, они не притирают, они стирают седло, стирается фаска в клапане, то есть, и даже вы, и кто сильно там трет, вы знаете, что вы там трете, что прямо канавка на фаске клапана, то есть, от того, что он трется от седло, у вас там такая прям канавка вырабатывается, и вы потом засухарили, заляли керосинчик, бензинчик, ничего не течет, думает, елки-палки, какой я красавчик, собрал классный дверь, и будет герметичная компрессия по 20 дней, буду валить вообще там. Нет. Вы только сделали хуже. Даром просадили седло, потому что вы не притирали, вы стирали его. Вы стерли фаску клапана, вы сделали на фаске клапана ступеньку, то есть, клапан открывается, и у вас получается в этот же момент самое максимальное идет разряжение, и самое максимальное давление на впуске, и что получается, что вот это давление, только щель открывается, а разряжение уже есть в цилиндре, и оно пошло, и у вас вот эту ступеньку, оно, соответственно, ударяется, то есть, и создается турбулентность. Короче, ничего нормального не происходит. Когда фаска ровная, то есть, оно раз, и себе пошло в цилиндр. Поэтому, и так же самое и на выпуске. Поэтому вот это не трите там до посинения, то есть, как понять, что ваши клапана притерты? Смотрите, когда вы их притираете, вы смотрите за двумя моментами, чтобы линия на фаске клапана была полностью брала, то есть, что полностью весь контур брал по кругу. Если он берет нормально по кругу, там толщиной, там, допустим, ну, смотря какое седло, какая фаска, ну, там, допустим, толщиной примерно, там, 2 мм в среднем. То есть, ну, по-разному бывает, все зависит там от седел, и от этого. Но суд не в этом. То есть, вот эта линия должна равномерно быть по кругу, по всей фаске. Потому что, если с одной стороны есть, с другой нет, значит, у вас кривой клапан. То есть, дальше. Так же само вы смотрите по седлу, чтобы седло по всей фаске брало полностью по кругу, то есть, равномерно везде стерло. Если вас с одной стороны берет, с другой не берет, у вас или кривое седло, его надо прирезать, ровнять, или у вас, допустим, вы там, вы прессовываете, запрессовываете направляющую, или, допустим, вы меняли направляющую, у вас ось уже стоит неровно, относительно седла. И, соответственно, седло нужно перерезать. То есть, прирезаются седла, и потом, соответственно, притирается. И, опять же, притирается для того, чтобы посмотреть, что берет все по контуру. То есть, равномерно ли берет. То есть, есть еще такой небольшой лайфхак, можно маркером берете, цветным или черным маркером, если вы так, будем так, я грубо сейчас скажу, там можете обидеться, если вы слепые, и не видите, где там фаска берет, где не берет, наносите маркером, то есть, и оно тогда видно, где маркер стерся, значит, соответственно, там оно уже взяло свое место. Потому что после перерезки бывает так ступенчисто, оно идет, и можно не увидеть, если вы неопытный. То есть, мне, допустим, маркер не нужен, потому что я эти головки уже 15 лет каждый день делаю, и поэтому я уже знаю, как оно должно быть. Так вот, равномерно, чтобы взяло все седло по кругу, по всей толщине фаски. То есть, все, не надо там тереть. Если вы видите, что пятно фаски от притирки на клапане равномерное по кругу, на седле равномерное, все, не надо там тереть до посинения. Засухариваете, все, собираете этот клапан, он готов. То, что там проливаете бензином, если оно там где-то мизерное пропускает, это допускается, то есть, потому что, опять же, клапан и седло должны пристучаться. Эти метки, которые по кругу, притирка показывают. Это просто вам нужно для того, чтобы оно было видно, что ваш клапан и седло попадают друг на друга равномерно, то есть, не без смещения, что седло там кривое, его надо подравнивать. Или, что клапан вас кривое, тоже такое бывает там, вот, присылают там головку блока, особенно восьмерочные. Клапана выжатые, да, клапан выжатый, и так много ошибок допускают. Мозгов нет, что клапан торчит за пределами камеры сгорания, то есть, за пределами плоскости. Ту головку дубасят, вот так, где-то там на новой почте, или вы просто с машины ее сняли, кинули на землю, клапан открыт, и запросто можно погнуть клапан, то есть, и при притирке это сразу оно покажет. Поэтому головку никогда постелю, классическую можно, потому что там утапливаются, если распредвал снятый. Так вот, и вы просто определяете, что у вас и клапан, и седло берут свое место. Все, дальше оно должно просто приработаться во время работы, пристучаться. То есть, с этим и связано, что почему, допустим, после капиталки потом двигатель начинает ехать еще лучше, потому что пара клапан и седло прирабатывается, и двигатель встает полноценно герметичный. А не тереть там до посинения. Дальше. С чем еще связано, для чего нужна притирка? Если вы притираете бэушные клапана, то есть, особенно, допустим, на выпускных, такая очень часто распространенная проблема, на них есть раковинки такие мелкие по кругу, то есть, или черный налет от выхлопа, то есть, потому что там где-то было не герметично. Так же самое, вы притираете, ну, понимаете, в идеале, если у вас есть раковинки на выпускных клапанах, их желательно, если они достаточно глубокие, их поменять. Если они там, ну, совсем мизерные, ну, можно еще чуть-чуть притереть там, чтобы их убрало. И то, если они такие, совсем не глубокие, там, бывают такое, там, такие точечки по кругу, там, пару раз притер, и оно уходит, и все, можно клапан использовать. То есть, не надо, конечно, спешить бежать новые клапана, покупать, потому что новые клапана такое говно еще ходят меньше, чем старые. То есть, замену клапанов, допустим, я когда делаю уголовки, только в крайних случаях менять, когда, ну, реально видно, что они убитые, там, или сгоревшие, или с раками, или выработка на самой ножке. То есть, клапана нужно менять только уже в последнюю очередь, будет так говорить, когда уже конкретно нужно. И поэтому с этим еще так же связана притирка. И опять же, вы притираете до того момента, пока увидите, что у вас четко берет пятно по кругу. То есть, не надо опять же там тереть до посинения. Если у вас глубокие раковины, все, меняйте клапана, а не трите там, пока пол клапана, пол фаски сотрется. То есть, как же правильно, какой пастой там был вопрос тоже притирать. Берите универсальную любую пасту, их сейчас полно. Не надо там первый проход, там жесткая, не жесткая. Просто берите хорошую универсальную пасту средней зернистости и притираете, то есть, пока не будет так, как я рассказал. Как же притирать? Многие допускают ошибку, берут на дрель, насадили клапан и давай дрель пигачить меня. Смазка вся превратилась в непонятно шоу моментально при первом же движении. Во-вторых, при движении в одну сторону это не работает. Даже если вы будете дрельку переключать туда-сюда, я занимаюсь головками, еще раз повторю, 15 лет я клапана до сих пор притираю вручную. Как вы думаете, если была какая-то более правильная возможность притирать их, при том, что я их делаю каждый день, я бы их притирал вручную. Все головки, которые вы присылаете мне на доработку, все клапана я притираю вручную. То есть, идет притирка движением влево-право, то есть, перемещая, допустим, притирается клапан, вот допустим, на одном месте, да, проворачивается на, допустим, там на 45 градусов, дальше трется, опять на 45, дальше трется движениями влево-право. Для чего это нужно? Потому что, чтобы в каждом положении клапан проработался. потому что, если вы в одном положении его потрете, а, к примеру, допустим, у вас клапан кривой или седло кривое, и в этом положении оно может показать, что якобы типа все четко, и вы разворачиваете его там, допустим, на 180 градусов, задом наоборот, грубо говоря, проворачиваете, а он уже не попадает, потому что он уже кривое сместился или седло кривое, и по факту, поэтому, вот это тоже с дрелькой, оно ничего не работает, нужно вручную, и тогда вы сможете посмотреть четко, как оно берет. Во-вторых, паста не превращается в кашу и не вылетает в разные стороны, вы трете, вы чувствуете, как оно, так сказать, грубо работает, как зернистость стрется, то есть, и трете до того момента, когда вы ощущаете, что зернистость уже там нету, то есть, оно, ну, как бы, не шершит, будем так говорить. Тогда вы протираете, вы отнимаете клапан, протерли его по кругу и седло, и смотрите, берет, не берет, хорошо берет по кругу, если недостаточно, наносите новую пасту, и погнали по той же процедуре, то есть, вручную, протираете движениями влево-вправо, и постоянно перелаживая, то есть, проворачивая, смещая клапан, чтобы он менял свое положение в седле. Вот и все. Очень все просто, но в этом моменте очень много допускают ошибок, начинают там тереть дрельками, труд до посинения, там, три дня стирают и сетла, потом вот этим бензином, керосином заливают. Это все не показатель. То, что оно будет, допустим, пропускать там частично, это допускается. То есть, возьмите новую голову с магазина, и залейте ее, и посмотрите, что будет. Поэтому, важно, главное запомнить, что должно четко брать фаска по седлу и фаска по клапану, чтобы пара клапан и седло были соосные друг с другом, то есть, состыковывались, а потом оно все равно должно пристучаться. И когда оно пристучится, все у вас будет четко работать, и ваш двигатель будет валить, и будет у вас компрессия. Я напоминаю, что я занимаюсь доработкой головок блока и карбюраторов. Каждый из вас может прислать свою головку блока или карбюратор на доработку. Работаю по наложке новой почты, вы присылаете, я дорабатываю, отправляю вам назад по наложке новой почты. То есть, оплата за работу, когда забираете назад готовые детали, вам, грубо говоря, их останется прикрутить и полететь. На канале есть много видео о том, как я дорабатываю головки блока и карбюраторы, и то, как с этими доработками валят мои машины. Там все детально рассказано и показано. Можете посмотреть. Кто хочет заказать доработку головки блока, под каждым видео в описании есть мой номер телефона. Можете звонить напрямую, я всегда на связи. А кому понравилось данное видео, подписывайтесь, то есть, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. видео, потому что YouTube сейчас поменял свои алгоритмы, для того, чтобы получать уведомления о новых видео, нужно быть не только подписанным на канал, но еще и нажать на колокольчик. Поэтому прямо сейчас это можете сделать. Низу под видео есть ярлык подписка, если вы не подписаны, обязательно подпишитесь. Рядом нажимаем на колокольчик, также это можно сделать на главной странице моего канала возле ярлыка подписка. Есть колокольчик, нажимаете на него, и тогда вам будет приходить уведомления о новых видео, потому что я за день выпускаю очень много интересных познавательных видео, можно пропустить много полезной информации о вашем автомобиле. Также делитесь данным видео со своими друзьями, делитесь данным видео в своих соцсетях, репостите данные видео, и тогда канал будет развиваться быстрее, и тогда будет больше интересных познавательных видео для вас. Всем спасибо за внимание, всем до свидания.